Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас разговор о Евангелии от Матфея, обратимся к 4 главе. Как и другие евангелисты, после рассказа о крещении Иисуса, Матфей помещает свидетельство об искушении в пустыне, о том, что происходило, когда Господь Иисус удалился после крещения в пустыню. Здесь он, в общем, следует вполне точно тому рассказу, который мы обнаруживаем в Евангелии от Марка. И, собственно говоря, смысл содержания практически те же самые. Может быть, следует даже увидеть, как Матфей, почти не приспосабливая этот важный элемент, рассказ об этом событии, вставляет в свое повествование ради последовательности и точности. Здесь еще, пожалуй, следует обратить внимание на то, что этот рассказ, может быть, и носит некоторую билетризованную форму, потому что, само собой разумеется, когда Господь был в пустыне, рядом с ним никого не было. И спрашивается, откуда берется, откуда взялся сам по себе рассказ об искушениях в пустыне. Допустим, мы можем предполагать, что Матфей его взял в Евангелии от Марка. А Марк, ну, вероятно, как и многое другое, Марк мог взять этот рассказ из свидетельства апостола Петра, переводчиком и секретарем которого он был. А Петр, ведь его Петра не было, в пустыне с Господом Иисусом. Попытки ученых реконструировать изначальное содержание этого рассказа, в общем, не настолько убедительны, но для читателя существенно вот, что, по-видимому, рассказ этот идет от самого Господа Иисуса, который, скорее всего, при каких-то обстоятельствах, и мы не сможем угадать, каких именно, говорил своим ученикам о том, что в этой самой пустыне было. Ведь в течение трех лет они ходили вместе с ним по святой земле. И, конечно же, в этой общине маленькой заходили разговоры о нищете и голоде, и о том, что ни всяким, ни хлебом единым будет жить человек. Заходили разговоры о чудесах, которые производят на людей такое сильное впечатление, и заходили разговоры о власти. И вот быстрее всего именно в контексте таких дискуссий, таких вопросов Господь мог вольно, невольно, скорее, все же целенаправленно сказать своим ученикам о том, что в пустыне с ним происходило, и о тех ответах, которые он дает сатане, искушавшему его в пустыне. Далее евангелист Матфей говорит о том, что после этого времени Господь Иисус возвращается в Галилею, поселяется в Капернауме, видит в этом некое исполнение пророчеств о земле Заволоновой и земле Нефалимовой Галилеи языческой, в которой воссиял народом свет великий. Ну, при всей поэтичности смысл этого сопоставления совершенно очевиден, я думаю. И дальше он говорит о том, что Иисус, как и Иоанн Креститель, но уже после ареста Иоанна Крестителя, говорит «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дальше, говоря о речах, о словах Иисуса, Матфей будет, пожалуй, конкретизировать, развивать вот эту ключевую мысль, которая вполне может быть вынесена в заголовок тех речений Иисуса, которые Матфей приводит. И, наконец, вот четвертая глава завершается рассказом о призвании апостолов, о том, что, проходя близ моря Галилейского, Господь увидел Андрея Петра и Иоанна, сыновей Зеведеевых, и сказал им «идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». Читателю, особенно если он начинает читать эту книгу с Евангелия от Матфея, что вполне естественно, часто кажется, что вот идет какой-то человек по берегу моря, там рыбаки занимаются своим делом, уж какие-то сети моют, лов выкладывают. Вдруг он им говорит совершенно незнакомо, «Все, бросайте, пошли за мною», и они все бросают и идут за ним. Ну, в общем, я бы сказал, что такая картина не свидетельствовала бы об адекватности ни того, кто так призывает незнакомых людей, ни тех, кто так откликается. Конечно же, необходимо для нас вспомнить рассказ евангелиста Иоанна, одного из этих четырех призванных рыбаков о том, что они уже познакомились с Иисусом у Иоанна при Ордане. И Андрей, и Петр, его брат, как рассказывает Иоанн, когда Андрей спрашивает о рабе, где живешь, они приходят к нему, проводят целый, по меньшей мере, целый день с Иисусом, и, вероятно, и дальше больше времени. То есть они уже знакомы с этим человеком, и они уже знают, что креститель на него указал. Креститель сказал, вот, это мне должно креститься от тебя, а не тебе от меня, как мы видели в конце предыдущей третьей главы. И поэтому, когда этот человек, которого они уже знают, про которого они уже знают, что креститель его исповедовал, мессия Израиля, когда этот человек приходит к ним, они в его словах, идемте, я сделаю вас ловцами человеков, слышат, собственно, свидетельство о том, что наступило время, то время, когда Бог будет устанавливать, открывать царство небес в нашей жизни, время спасения, день спасения. Вот он сейчас пришел, и некогда ждать, и нет ничего более важного. Поэтому они действительно оставляют все и идут за ним, потому что они уже понимают, что они идут за тем, кто пришел возвестить царство Божье. И вот дальше Матфей в самом конце главы говорит о том, что ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие, исцеляя всякую болезнь и немощь в людях. И так говорит о том, что Господь учил в синагогах, что было довольно обычным для того времени. И говорит о том, что Христос проповедует Евангелие Царства. Тоже необходимо заметить, что мы всю эту книгу называем Евангелием, но, конечно же, не эту книгу проповедует Иисус. И само по себе это греческое слово означает благую или радостную весть. Стало быть, по Евангелисту Матфею проповедь Иисуса. Это проповедь о том, что Царство Бога, Царство Небес приблизилось, и это радостная весть. И это не угроза того, что вот теперь все получат по заслугам, а это радостная весть о помиловании, о том, что Бог приходит спасти людей.